Совсем крохотный, рыжий котёнок горько плакал, сидя посреди улицы огромного города. Хозяин выбросил его, когда шёл на работу. Бесконечный поток людей шёл мимо, не обращая никакого внимания на трагедию маленькой жизни. Котёнок бросался вслед за прохожими, пытаясь привлечь к себе внимание, но всем было не до него. Котёнок уже потерял всякую надежду на человеческое сострадание, он уселся в траву, где попытался согреться. «Ой, какой хорошенький!» Вдруг послышался нежный голосок где-то над головой. Котёнок не мог поверить своему счастью. Неужели кто-то решил забрать его с улицы? Он тут же принялся громко мурлыкать и тереться мордочкой об руку этой доброй девушки. А Юлька засмеялась. «Ты посмотри, какой подлиза, знает, как подход к девушке найти!» «Ну что, друг, пойдёшь ко мне жить?» Котёнок снова принялся урчать и довольно щурится. Девушка рассмеялась и, обняв малыша, отправилась домой. Юля была молодой девушкой, которой ни на кого было рассчитывать, кроме как на саму себя. С ранних лет она оказалась в детском доме, после чего ей удалось поступить в институт. Поначалу жить приходилось в общежитии, где было весело, но назвать это домом вряд ли можно было. Через два года государство выделило ей однокомнатную квартиру. Юля изо всех сил старалась сделать своё новое жилище уютным, и ей это удалось. Вскоре появился парень, тоже детдомовский. Возможно, это и сблизило молодых людей на первом этапе. Однако, как выяснилось позднее, Кирилл вовсе не разделял стремление своей девушки добиться чего-то в жизни. Жить нужно, здесь и сейчас. Часто он любил говорить, оправдывая свой разгульный образ жизни. Чем больше Юля пыталась сражаться за жизнь своего парня, тем становилось хуже. И, в конце концов, случилось то, чего девушка боялась больше всего. Кирилла посадили в тюрьму. Теперь она его совсем не узнавала. Вместо весёлого, симпатичного парня на неё смотрел высохший молодой старик, в глазах которого читалось лишь одно желание достать очередную дозу, и ради этого он был готов переступить через любого. Поняв всю бесполезность своих попыток вернуть Кирилла к жизни, Юлия приняла трудное для себя решение и прогнала его. Парень ушёл, не сопротивляясь, его уже давно не интересовала совместная жизнь. Теперь Юля уже полгода жила одна. Она уже начала привыкать к спокойной размеренной жизни без скандалов и драк. А сейчас у неё ещё появился новый друг. Этот крохотный, рыжий котёнок, который нуждался в её помощи и заботе. Познакомив кота с его новым домом, девушка принялась приводить его в порядок. Промыла ему глаза, избавила от блох и других паразитов, и даже купила специально для него отдельную миску. И рыжий превратился в настоящего домашнего кота. Резвость молодого котёнка постепенно сменялись вальяжностью и размеренностью взрослого кота. Теперь это был большой, красивый рыжий кот с довольной мордой. Но что не изменилось в этом животном, так это его преданность и благодарность той, которая однажды подобрала его с улицы. А Юля, помимо учёбы, начала ещё и работать, так что свободного времени было совсем немного. Уходила девушка рано утром, а возвращалась уже под вечер. Рыжик подолгу сидел на окне, вглядываясь в проходящих внизу людей, поджидая свою хозяйку. А когда наступали выходные, Юля старалась отоспаться в обнимку со своим пушистым другом. Кот, словно чувствуя это, старался не тревожить свою хозяйку, довольно мурча под боком. Но эта суббота пошла не по плану. Ещё и восьми утра не было, как в дверь вдруг начали звонить, а потом сильно стучать. Девушка подпрыгнула от неожиданности, не понимая, что же случилось. Рыжик тоже с перепугу запрыгнул на шкаф, оттуда наблюдая за всем происходящим. Юля подошла к двери и, не спросив, кто там, тут же её открыла. И это было её роковой ошибкой. Кто-то более сильный тут же оттолкнул её внутрь квартиры и захлопнул за собой двери. Кирилл. Удивлённо выдохнула девушка. Больше года она уже не видела своего бывшего. Лицо его сильно изменилось. Не осталось и следа от того улыбчивого доброго юноши, которого она когда-то полюбила. Что не ожидала. Обнажив почерневшие зубы, улыбнулся он. Кирилл схватил девушку за горло и силой ударил о стену. Юля даже закричать не могла, его рука крепко сдавила ей горло. Пришло время за все рассчитаться, любимая. Злобно прошипел он, склонившись над ней, будто для поцелуя. Или ты думаешь, я всё это время, что с тобой жил, просто так на тебя батрачил. Ремонты тут тебе делал, да порядки наводил. Он швырнул девушку на пол. У меня нет денег. Все ещё сидя на полу, пыталась она объяснить своему бывшему, что он и без того знал. Но тот, ещё больше разозлившись, схватил девушку за волосы и поднял с пола. Как это нет? А если найду? Телефон свой давай, да, и ноутбук тоже, и попробуй только в полицию стукануть, да я ж тебе на ремни порежу. Оттолкнув Юлю на кровать, он без зазрения совести начал лазить по её шкафам, складывая всё, что ему понравится, в сумку. Не выдержав, девушка кинулась на него с кулаками. Уйдя, это не твоё, это я заработала, понимая, что без компьютера и телефона она не сможет дальше ни учиться, ни работать. Ах ты дрянь, ты ещё и дерёшься. Ну, сама напросилась. Повалив девушку на пол, подонок размахнулся, чтобы со всего размаха ударить её кулаком в лицо. Но в этот момент за его спиной вдруг раздался глушительный вопль. Парень, не понимая, что происходит, резко обернулся, и тут прямо ему в лицо со шкафа кинулся рыжик. Кот изо всех сил вцепился в рожу негодяя, заставляя того взвыть от боли. Кирилл вскочил, двумя руками схватил кота и оторвал его от себя. Всё лицо его было в крови, едва не пострадали глаза. Рассверепев, парень попытался пнуть рыжика, но тот сейчас больше походил на дикое животное, нежели на домашнего котика. Он весь распушился, став похожим на огненный шар, его глаза пылали каким-то животным бешенством. Издав дикий вопль, кот вновь атаковал своего противника, вцепившись ему в ногу и прокусив мышцу. Кирилл вновь заорал от боли, пытаясь тряхнуть себя этого бешеного. Однако рыжик не успокаивался. Юля, не ожидавшая такой реакции от своего кота, сжалась в комочек, ожидая, чем закончится эта битва. К своему стыду, парень решил бежать от этого защитника. Схватив сумку с награбленным, он кинулся к дверям, чтобы побыстрее скрыться отсюда, но тут подъехал вызванный соседями патруль полиции. Долго ещё смеялись над горе-грабителем в полицейском участке. Ещё бы, не каждый домашний кот заставит вора спасаться бегством. А вот Юле было ни капельки не смешно. Она поняла, что теперь рядом с ней есть существо, готовое отдать за неё все свои девять жизней. И от этой мысли на сердце становилось тепло и приятно, а слёзы сами собой начинали катиться по её щекам. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.